Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». Сегодня говорим о том, как прошел фестиваль, благодаря которому солнышко спустилось во многие детские ладошки. У нас в гостях Наталья Епихина, руководитель Рязанского благотворительного фонда «Помощь детям-инвалидам. Наши дети». Добрый вечер! Добрый вечер! Расскажите, на каких площадках проходил фестиваль, как это все было, там приняли участие огромное количество детей? Да, фестиваль в этом году впервые прошел на трех площадках. Первая была площадка – это творческая часть нашего фестиваля в Рязанском дворце молодежи. Вторая часть – это спортивная, это на стадионе «Локомотив» мы проводили это мероприятие. А третий день – улица Доброты, куда мы пригласили всех желающих рязанцев и гостей Рязани. Это сквер у Рязанского Кремля. Детки с ограниченными возможностями, им сложно было принимать участие? Несмотря на азарт, есть какие-то препятствия у них в любом случае, они так живут. Да, конечно, дети были с ограниченными возможностями здоровья, но мы приглашали и детей без инвалидности. Это самое важное в нашем фестивале, потому что фестиваль у нас инклюзивный. Творческая часть – они поют, танцуют на одной сцене. Это и профессиональные коллективы были, и любительские коллективы. И у нас даже выступали дети нашего фонда, которые имеют тяжелую форму заболеваний. Был потрясающий номер, ребята наши поставили. Там самой младшей участницей было два годика. А что она делала? Она играла на треугольнички. У вас есть какое-то количество подшефных, которых вы постоянно курируете, приглашаете? И, кстати, как давно этот фестиваль начал жить? Фестиваль начал жить в 2005 году. В этом году это был восьмой по счету фестиваль. И, может быть, поэтому он все разрастается и разрастается, потому что хочется вместить очень много желающих поучаствовать очень много. В этом году участвовали регионы. То есть регион у нас участвует уже третий год. Вы помогаете детям добраться до вас? Родители, которые живут подальше, может быть, это дети-колясочники, им вообще непросто? Да, конечно. У нас в благотворителях участвует много организаций в Рязани. Это «Эвтоколома 1310». Она ежегодный наш помощник по доставке детей, по сбору их по всему городу. Низкопольные автобусы. Это помогал студент ЦСК, у которых свои специализированные автобусы для перевозки людей на инвалидных колясках. Это и Рязанский медколледж. Детям немножко проще, то родители, они как-то обособленные, те и другие. Одни не понимают, надо ли это во все вникать, вот им, да, а вторые не понимают, как принимать эту помощь, поддержку, может быть, за жалость принимать. Как они знакомятся, когда они в первый раз встречаются? Кто-то же приезжает в первый раз? Ну, вы знаете, на самом деле вы правы, потому что стереотипы у взрослых в основном, у детей нет этих стереотипов. Дети, которые живут вместе, которые сам в рождении вместе, с инвалидностью, без, у них нет границ совершенно. И дети, к счастью, учат взрослых, то есть они нас воспитывают. Они подводят родителям к своим друзьям, детям с инвалидностью и рассказывают, какой он замечательный, сколько у него талантов, как он здорово, например, рисует. Вот эти три дня, детишки где прибывают? Им, наверное, трудно циркулировать туда-сюда, в регионы и обратно? Где-то они базируются? Ну, честь регионов нам помогла гостиница «Учитель». Кто-то приезжал на один день, кто-то приезжал на все три дня, кто-то выбирал себе один день, на который больше всего хотелось бы приехать. Но самой большой популярностью пользовался спортивный день. На новостных порталах часто пишут, что ребята, преодолевая какие-то спортивные препятствия, преодолевают, опять же, свои трудности и повышают свои возможности. Вот какие конкурсы этому способствуют? Покорение каких-то вершин? Ну, какие-то, что дети еще не понимают, для чего это? То есть это физкультура, но, тем не менее, это еще и помощь. Ну, конечно, конечно, любое действие, любое, даже взять тот же творческий конкурс, взять тот же спортивный. Ребята чему-то учатся, приобретают новые навыки, и самое главное, что они занимаются этим вместе. То есть это командные все были мероприятия, поэтому это на сплочение были, на поиски новых друзей, на объединение. То есть все игры были, все спортивные состояния, все были направлены именно на это. Сейчас очень модно общаться онлайн. Слава богу, скайп делает возможным общение людей, которые живут далеко, которые не могут часто приезжать друг к другу в гости. Родители не всегда могут, и детишки, опять же. Как ваш фонд живет круглый год? Поддерживает ли вы отношения со своими подшефными, воспитанниками, как их можно назвать? Это не то слово. И скайп, и социальные сети, и по телефону, и у нас есть клуб. Плюс еще теперь к нам родители присоединились. Мы хотели клуб сделать без родителей, но родителям тоже хочется свой клуб. То есть у нас организовался такое большое-большое мероприятие, получается, воскресное, где мы и ходим в кино, и просто едим пиццу, Мы просто общаемся, концерты делаем, просто играем во что-нибудь, и на природу ездим. То есть вот такие мероприятия. Ну вот как раз вы заговорили про скайп, у нас уже, наверное, мой друг-мальчик, он самый первый наш подопечный нашего фонда. Он мне каждый день звонит по скайпу, он общается ногами, то есть он совершенно не говорит. И ему скучно на доме сидеть. Он мне звонит в течение дня, либо целает мне какие-то открыточки, цветочки, солнышки. Очень приятно. И вот когда встретились мы с ним на фестиваль, он приезжал на фестиваль. Кстати, вот ради него, можно сказать, мы продолжили фестиваль, потому что он тот ребенок, которого мама позвонила мне, наверное, года четыре назад, когда я уже раздумывала, делать или не делать этот фестиваль, что это очень сложно, очень тяжело, очень затратно. И она позвонила, спросила, а будет фестиваль в этом году? Я говорю, я не знаю, я еще пока не решила. А вот Андрюшка с Ксюхой, говорит, так ждут. Они, говорит, единственный раз в году выезжают на большом автобусе и, говорит, участвуют в таком большом мероприятии. Ну и мы продолжили этот фестиваль, и теперь делаем его ежегодно. Есть еще какие-то особенные дети, о которых стоит сегодня сказать. Они нас посмотрят, они узнают, что вы о них помните, что резонцы их знают, что мы ждем встречи с ними, каким бы ни было это участие. Ну, знаете, ребята все замечательные. Вот выделять кого-то, наверное, было бы неправильно, да. Но у нас есть постоянные ребята, которые приезжают, но ребята же растут, то есть приходят новые и новые дети с новыми талантами. Мы очень любим наших, ну, всегда поддерживаем ребят на колясках, на инвалидных, да, это и Андрюшка Растроев, и Миша Фанасьев. Фанасьев у нас уже подрос, стал таким талантом, он замечательно читает стихи у нас на всех наших мероприятиях. У нас и Сережа Герасимов, он вообще мечтает быть ученым, чтобы изучать динозавров. В этом году у нас выступала 18-я школа, она ежегодный наш участник, но вы, наверное, тоже про нее знаете. Это ребята, которые потрясающие, у них жестовое пение, они потрясающие танцоры. Я случайно за кулисами подслушала, как ребята говорят, это глухие, они глухие, они точно глухие, они так здорово танцуют. Наши дети, они обычные дети, да, они талантливые дети, они те же дети, которые хотят учиться, хотят иметь друзей, хотят такое же счастливое детство, хотят играть, петь, ну, просто даже иногда, просто побаловаться. Вы рады любым новым людям? Вы принимаете всех к себе? Если сейчас кто-то посмотрит, почувствует, что ему немножечко одиноко, немножечко сложно справляться со своими проблемами, и нужно куда-то вот это деть, а лучше, чтобы еще помогли? Конечно, мы рады всем людям, мы рады всем нашим участникам, кто захотел поучаствовать, можно зарегистрироваться на сайте нашего фонда, либо в группе ВКонтакте, благотворительный фонд нашей дети. Мы очень рады волонтерам, и хочу отдельное слово сказать про волонтеров на нашем фестивале. У нас участвовало 120 человек, это те люди, которые на своих плечах перенесли вот эти вот все тяготы фестивальной работы, потому что, на самом деле, это ярко-красочно, но за этим стоит большой труд. А у нас был потрясающий Кирилл, который нашелся просто вот в социальной сети, написал, что я хочу быть волонтером, и он у нас был, ну, вот все просто написали, что он суперволонтер, который сопровождал, сопровождал иногородние команды, он их встретил, он был все время с ними, он их и кормил, присутствовал, и водил на экскурсии. Кстати, сказать, нам вот управление Министерства культуры Рязанской области очень помогли тем, что организовали экскурсию для иногородних участников. Потому что, когда команда приезжает, им же тоже интересно посмотреть сам город, сам регион. И ребята у нас побывали и в Тюзе, в Театренно-Соборной, и посмотрели Рязанский Кремль, где им показали наши экспозиции, и Дворец Олега. И важнее участие даже, больше участия. И они, говорят, Касимов звонили, нам говорили, потрясающе, мы до 11 ночи гуляем здесь, около Рязанского Кремля, нам так нравится, для нас это просто такой, говорят, потрясающий праздник, который вот ребята, на самом деле, очень редко выезжают, но они выезжают, например, на какой-то спектакль, на какое-то мероприятие, но чтобы жить три дня вместе и участвовать в разных мероприятиях, в экскурсиях для них, это, конечно, очень интересно. Спасибо, я очень надеюсь, что это не последняя наша встреча, будут еще темы, которые мы обсудим вот в такие же 10 минут, это была программа подробности, дарите тепло другим, будьте просто добрее, всего доброго. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля.